Передача Старого моста больше похожа на игру в горячую картошку. Каждый стремится скинуть с себя ответственность. Местные власти говорят, что у них нет средств, чтобы содержать объект, на ремонт которого требуется больше миллиарда рублей. Другая страна считает, что нет никаких оснований, чтобы включить Старый мост в федеральный перечень. За моей спиной проходит очередное заседание суда, на котором решается судьба переправы через главную водную артерию в Сибири. Судебное заседание объявляется открытым. Осенью прошлого года Старый мост со скрипом передали с баланса мэрии в собственность Росимущества. Но ведомство не торопилось с ремонтом моста, который уже давно дышит на ладан. На заседании представитель Росимущества заявил, что передача моста в федеральную собственность автоматически включила его в состав федеральных дорог. А значит, переправу под свою опеку должен взять Росавтодор. А точнее его подведомство, которое занимается ремонтом федеральных трасс в регионе. Присоединить оспариваемый участок к федеральной дороге нет никакой возможности. Соответственно, и содержать не представляется возможным. ГИБДД давно говорят о закрытии дорожного полотна из-за его аварийности. И в мае это чуть не произошло. Потом дорожники Новоалтайска подкрасили губы мосту. На переправе давно пора усилить плиты, заменить швы и асфальт. В ходе заседания представитель Росавтодора в Алтайском крае настаивал на том, что старый мост не может быть отнесен к федеральным дорогам и проезжая часть моста не должна находиться на их балансе. Ранее в ведомстве заявляли, что готовы отремонтировать мост, если он потом перейдет в руки мэрии. Обслуживать данные объекты, поскольку, собственно, не существует такой строки расходов, в частности, для нашего государственного органа. И с этим также в решении суда подтвердилась наша позиция о том, что компетентным органом данной сферы является как раз управление Росавтодора и, соответственно, территория Новоалтайского края, ветеральное грязное учреждение Упродора в Алтай. Ответчик Росавтодор просил передать дело по подсудности в арбитражный суд Москвы, чтобы судьбу моста определило правительство. Но в ходатайстве было отказано. В итоге суд решил, что обслуживанием моста будет заниматься Росавтодор. Точнее, подчиненная ему организация – Управление федеральных автомобильных дорог Алтая. Если решение не изменится, то, скорее всего, ремонтные работы начнутся в следующем году. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости.